Приветствую вас и понимаете, какая получается ситуация. Ваши родные, они воспитывали вас как объекта социальных отношений, как социального индивида, как человека, который будет играть свою социальную роль и по отношению к родителям, и по отношению к родителям. Своей семье, и по отношению к детям, и по отношению вообще всех окружающих людей. Для того, чтобы не быть зависимым от оценки, для того, чтобы не быть зависимым от мнения других людей, нужно обособиться от этого. Вы прекрасно справляетесь со своими социальными ролями. Но вы не являетесь в прямом смысле личностью, потому что вы зависите от общественного мнения. Чтобы стать личностью, нужно соблюдать ряд требований. В первую очередь, в первую очередь, требования, это состоят из следующих пунктов. Доверие своим собственным переживаниям, ощущениям, чувствам. То есть, по сути, это доверие себе. Далее, создание личной границы, личной области, в которой не будет допуска никому, кроме вас. Где вы будете чувствовать себя уединенной, и где вы можете спокойно посидеть, и подумать, что вам нужно, чего вы хотите, куда вы движетесь, и так далее. Третье. Третье, пожалуй, самое важное. Есть вы настоящая. Это та вы, которой вы сейчас являетесь. А есть та вы, которая является идеальной. То есть, той, которой вы хотели бы быть. И вот, к той вам идеальной, и нужно стремиться. Условно говоря, как только вы начнете стремиться к той, к той идеальной, которой вы себе хотите видеть, начнутся у вас личностный рост. И это будет уже оценка не других. Это будет ваша собственная оценка себя, и ваше собственное стремление к тому, чего вы хотите. Дальше. Следующий момент заключается в том, что вы зависите от мнения других, потому что не уверены в себе. Нет уверенности в том, что вы правы. Нет уверенности в том, что вы верно мыслите и там что-то еще делаете. Вы не уверены в себе, значит, создаете, создаете некие свои слабые стороны. Они у вас есть, и они мечтают. Они вселяют вас, вселяют вам неуверенность. Значит, что нужно сделать? Понять, что это за слабые стороны, и, повторяю, их купировать. Если вы в чем-то чувствуете себя неуверенность, то в этом нужно как раз таки работать. В этом нужно двигаться. В этом направлении нужно организовать деятельность, чтобы чего-то добиваться, и чтобы чувствовать, что это не является вашей слабой стороной, что вы в этом уверены. Уверенность будет появляться со временем и в прямой пропорциональной зависимости от вашей успешности в том, в чем вы не уверены. Далее. Если предположить, что вы не уверены во многом, ну, не во всем, но во многом, то отталкиваться нужно от того, в чем вы уверены. В чем вы уверены на 100%. Какие у вас темпы, какие у вас понятия, какие у вас взгляды, у вас само, не у других. И далее стараться просто-напросто именно их воплощать в жизнь. Дальше вы спрашиваете, значит, признание, одобрение, что это такое, зачем это вам нужно, стереотипы ли. Признание и одобрение это форма социального поощрения людей для того, чтобы они стремились и продолжали работать и действовать на благо тому обществу, в котором они находятся. Одобрение и признание есть положительный эффект, положительный результат, положительная реакция общества на действие человека. Если человек хочет признание от общества, он, соответственно, будет делать то, что этому обществу выгодно, что этому обществу приятно, что в этом обществе востребовано. Но почему общество выбирает определенные, скажем так, алгоритмы поведения для человека, почему оно ставит определенные цели такому человеку и почему оно проявляет положительную реакцию? И люди думают, что признание и одобрение есть что-то бескорыстное, что-то безусловное. Вы уже убедились и сами, наверное, поняли, что признание не получится заработать просто так, одобрение тоже не получится заработать просто так. Общество дает это только взамен на действия, которые ему нравятся, и для того, чтобы человек продолжал действовать в том же направлении, чтобы человек не останавливался, чтобы человек не прекращал свою деятельность, полезную для общества. А что полезно для общества? Давайте подумаем. А для общества полезно то, чтобы, во-первых, защищать его интересы, интересы общества, служить для защиты его стабильности, его целостности, и не выделяет человека из массы людей. Общество не любит, когда люди выделяются на фоне других. Почему? Потому что человек, который выделяется на фоне других, он всегда и везде несет, как бы это сказать, угрозу. Он несет угрозу другим членам этого самого общества. И общество не хочет этого. общество очень сильно боится того, что человек, скажем так, ну, знаете, знаете, возмутит спокойствие, да, возмутит спокойствие, и другие люди пойдут за этим человеком. Вот, чтобы не было такого, общество и не хочет. чтобы люди вели себя и наши. И это нужно понимать. Нужно понимать, что все мнение других людей, все осуждения, их желание, чтобы вы делали только то, что они считают важным, правильным и верным, направлено именно за то, чтобы вы не выделялись, чтобы вы не были другой. Почему? Потому что если вы будете другой, то люди увидят, что оказывается, можно по-другому, что оказывается, можно вести себя совсем другим способом и может быть достигнуть больших результатов. А если люди увидят, что вы достигли больших результатов, но другим способом, кто-то из них пойдет за вами и будет делать так же. И тем самым старое, привычное общество разрушится, а кто-то почувствует, что он жил неправильно и впадет в депрессию. Вот и получается, что на самом-то деле люди не хотят, чтобы кто-то вел себя по-другому. Просто потому, что вот это несет прямую угрозу для общества, для окружающих людей. Я думаю, что само понятие этого оно вам поможет по жизни, оно поможет вам лучше, правильно понимать ситуацию, понимать ее такой, какая она есть, и лучше видеть причины следственной связи. Для того, чтобы у вас изменилась поведение, в первую очередь пронабатывать ваши отношения с родителями. Родители сравнивали вас для чего? Вот раньше была такая система воспитания, система образования, образования нет, а вот система воспитания точно, что были сравнения всегда. Нам показывали, что мы должны равняться на других людей. И только тогда нас будут любить, нас будут поможать, нас будут ценить. и ваши родители, они были людьми, были и остаются людьми своего времени, и это время, ну, со своими идеалами, со своими минусами, как это обычно бывает, оно имело место быть. Но нас интересуют ценности, нас интересуют ценности того времени, в котором они жили. А ценности были социалистические и коммунистические. Социалистические и коммунистические ценности это ценности общественных. То есть это ценности направленные на неограниченный широкий круг людей. И для того, чтобы быть достойным членом общества, человеку нужно было совершать ряд действий. Только тогда его принимают в действие, только тогда его любят и так далее. Мы не будем сейчас говорить правильно это или нет, но современный мир таков, современная психологическая доктрина такова, что человек это не только сексианс индивиду, но и личность. А личность, она ценна, она достойна, она уважаема и она самобытна уже в силу своего рождения. И люди, которые этой точки зрения придерживаются, они дарят своему ребенку любовь, уважение и ощущение, что он самый лучший изначально, безусловно, и приучают его себя любить. Вас себя любить не приучили. Почему? Потому что, вероятно, так родители считали, что для вас будет улучшиться. Но в действительности это, конечно же, не так. В действительности ваши родители ошибались. И вот этот момент, то, что вам давали родители, только они вас воспитывали, и только в действительности обстоят дела, вот этот момент с вами нужно прорабатывать. Ваши родители воспитывали вас как социального индивида, и его воспитывали вас в постоянном сравнении с другими людьми. А вам нужно принять ту точку зрения, что каждый человек, вне зависимости от своего положения, от своих способностей, от чего бы то ни было, имеет право на уважение, на любовь, на признание, на соответствующие к себе отношения. И вот когда вы это примете, когда вы эту точку зрения сделаете своей, тогда вы начнете менять свое поведение. Но один важный аспект, что у этого есть и другая крайность, экоцентризм, когда человек ставит себя краеугольным камнем вообще в тех отношениях. Это тоже неправильно. Нужно и, ну, можно и нужно говорить о том, что лучше в секунду придерживаться определенной золотой средины, когда человек относится уважительно к себе, позволяет другими людьми быть такими, как он, то есть он свободный, и он позволяет другим быть свободным. и доверяться признаваться выглядеть слабой нужно только с теми, кто готов вас такой принять. Поскольку вы строили свои отношения немножечко с неправильной позиции, то вам предстоит очень серьезный шаг. Если вы свою позицию будете менять, если вы свои взгляды будете развивать, делать их более личностными, более индивидуальными, то и отношения с людьми, в том числе и с мужем, и с родителями вам придется пересмотреть. Они не привыкли видеть вас в другом контексте. Они привыкли видеть вас социальным индивидом, но не личностью. Если вы личностью будете становиться, это породит неприятие, это породит сопротивление. Сопротивление ваших родителей, точно. сопротивление вашего мужчина, но я не знаю, это зависит от ваших отношений с ним, и вам нужно быть готовым к этому сопротивлению, понимать, что люди будут осуждать вас, понимать, что люди будут не давать вам развиваться. Нужно понимать, почему они это делают. в первую очередь понимать, что из чувств страха. Люди боятся, что вы станете другой, и в итоге будете успеть нечемами, в итоге добьетесь большего чемами, и это страшительнее всего. Но страшить на подсознательном уровне. Родители, кстати говоря, могут еще и защищать таким образом своего ребенка от возможных ошибок, от разочарования. И это тоже нужно понимать и относиться соответствующе, но так, чтобы это не влияло на ваше поведение, но так, чтобы это не влияло на то, что вы делаете и на то, к чему вы стремитесь. Этот момент очень важен. С этим, пожалуй, можно закончить ответ на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас возникли, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго, удачи и принятие правильного решения относительно своей жизни. Может быть, вам действительно потребуется специалист для того, чтобы окончательно решить свои проблемы. До свидания. Редактор субтитров